Я приветствую всех вас, дорогие и любимые мои подписчики, снова с вами я, Юрий, общественный деятель и блогер. И вот сегодня я бы хотел обратиться к своим, так скажем, хейтерам, троллям, я не знаю, ботам, кто это приходит вообще и для чего. Я напоминаю то, что все эти дни я освещал очень такое печальное событие, арестовали Алексея Сушко, это некогда известного человека, екатеринбургского фитнес-тренера, который в первый раз обвинили в педофилии, то есть в том преступлении, которое он не совершал, он отсидел 6 лет, его выпустили на свободу год назад. И вот в этом году опять задержали по надуманным основаниям, обвинив его якобы связи с маленькой девочкой. Ну, не маленькой, но 12 лет. И вчера буквально я как раз-таки осветил и доказал на пальцах то, что это был сговор, то, что это одна и та же девочка. И я думаю, что всем адекватным и соображающим людям понятно, что это чистой воды подстава и Алексей жертва произвола. Почему Алексей жертва произвола? А я скажу, почему. Потому что Алексей в свое время, это еще было в 2017 году, многократно выходил на митинги как раз-таки перед повышением пенсионного возраста, то есть он голосовал против данного законопроекта, против вот этой правящей партии «Единая Россия». Там он придерживался, по-моему, коммунистических взглядов. Так или иначе, он имел активную гражданскую позицию и был не согласен с мнением власти. Но, как вы знаете, власть у нас не любит оппозицию. И самый удобный способ устранить человека, который имеет какие-то взгляды, идущие вразрез с взглядами правительства, то есть инакомыслящие, у нас их топят с помощью такого, знаете, уже, наверное, привычного и эффективного оружия, с помощью обвинений в педофилии, что и произошло с Алексеем уже дважды. И вот как раз-таки я вчера на пальцах показал то, что это чистой воды была подстава, то, что это была одна и та же девочка, которая использовалась спецслужбами как раз-таки как приманка. Это лучший способ человека подставить под головную статью и посадить его, так сказать, на энное время, на пятнашку, наверное. И вот под одним из моих вот этих роликов, в котором я защищаю Алексея Сушко, пишут какие-то неизвестные боты, что типа, ну, мы все какие-то конченые люди, раз мы защищаем преступника, раз мы защищаем там педофила и извращенца и прочее. Дорогие друзья, ну давайте по пунктам. Первое. Кто доказал, что он преступник? У вас есть хоть одно доказательство, то, что он виноват? Где видео с доказательством, где видно, что он спускает штаны и пытается что-то сделать с ребенком? Ни в первом случае, ни во втором, ни в 2017, ни в 2024 году нету ни малейшего доказательства, а все притянуто за уши. Следствие просто высосало из пальца и вот таким вот наглым, коварным образом погубило жизнь человеку. Если вы, так скажем, уважаемые хейтеры, считаете, что нужно все делать по закону, что все должно быть прозрачно, пожалуйста, по закону должны быть четкие доказательства, чтобы считать человека преступником. И только суд вправе уже назначать человеку наказание на основании совокупности вот этих доказательств, чего здесь, естественно, не было. Это первый момент. Второй момент. Смотрите, вспомните великого писателя, кстати, я его очень люблю, Александр Грибоедов. У него есть знаменитый монолог Чацкого. А судьи кто? Вот как раз-таки данное произведение показывает, что даже судьи далеко не истина в последней инстанции, и они могут либо ошибаться, либо совершать, ну, просто откровенно говоря, зло и фальсифицировать доказательства, портя миллионам людям жизнь. Ну и третий момент. Ну а если бы на месте Алексея оказался бы, допустим, не дай бог, ваш ребенок, или ваш муж, или, может быть, ваш брат, младше, старше, неважно, вы бы, наверное, по-другому запели. Вы бы, наверное, из кожи вон вылазили. Какая у нас поганая власть, что надо всех вешать, надо брать грабли, виллы, да, и идти, так сказать, в Белый дом или еще куда. Понимаете, пока вас это не коснулось, вы будете писать вот что-то вроде того, что типа по делам ему там, да. Но помните то, что чем больше вы осуждаете, тем больше вам приходит вот такая обраточка, да, то, что вам посылается такая ситуация, в которую вы окажете сами. Либо ваш ребенок, либо ваш какой-нибудь близкий человек. И потом побудьте в той же шкуре, что и Алексей. Вот так, дорогие друзья. Так что, мои дорогие подписчики, вот эти люди просто неадекватные. Давайте все-таки будем людьми трезвыми, здравомыслящими. Подпишем петицию, которую я создам, наверное, завтра или послезавтра. До скорой встречи, увидимся в следующем видеоролике.